Приветствую всех, с вами канал Витасалва и в этом видео я хочу поговорить о вот таком пневматическом пистолете который вы уже видели на моем канале, это возможно фирмы Cybergun, модель GSG-92 копия легендарного пистолета, который все знают как Beretta M92 но в моем случае, и вообще я считаю, что эта копия на самом деле не Beretta а бразильской фирмы, которая производит боевое оружие и называется он Taurus PT-92 ну в любом случае, все идет от, в общем, Италии одним словом, Beretta, отличие у них как бы небольшое у Taurus, у него предохранитель находится вот здесь вот а у Beretta находится на самой раме к чему я подвожу этот разговор? сегодня я хочу сделать сравнение пневматического пистолета Cybergun и Glacier BRT-92 к сожалению, в данном случае я не смог найти пистолет фирмы Glacier пытался договориться с одним из магазинов но они не очень-то желали вроде интерес был, все-таки дали по тормозам как-то прогуливался по магазинам, зашел, увидел опа, нифига, на таком районе открылся такой магазин просто удивительно я зашел, удивился, как так поговорил с продавцом продавец в его случае тоже удивился то, что зашел такой знающий человек потому что у них там продается в общем, оружейный магазин зашел на следующий день и того паренька не оказалось это было в празднике переговорил, да-да-да все зашел ну нет, не можем типа, с директором там и все такое в общем, никаких от них поступлений а я больше ходить и не стал то есть, с витрины у них продавались только большинство моделей фирмы Glacier'ов и у Marix ну, как по мне, так у Marix это полная лажа ладно, Glacier самая известная фирма конечно, везде продается и довольно-таки известная уже на данное время взял, рассмотрел все как надо в принципе, сравнил со своим и теперь вам уже могу рассказать что и почем начну с того, что почему я решил сделать это видео в общем, как я и говорил ходит легенда, что данные модели там Glacier, Cybergine и прочие о которых я уже упоминал в своих прошлых видео делаются на одном заводе KFC об этом я тоже рассказывал я заметил такую странность значит, я покупал вот в интернет-магазине в своем городе за, в принципе, приемлемую цену на наше время пару слов о коробочке в данном случае если взять фирму Cybergine и сравнить ее с Glacier как по мне коробочка от фирмы Cybergine гораздо лучше вы посмотрите полностью пенопластовая есть отсеки под магазин под пистолет и под аксессуары хочу еще добавить, что у Glacier идет простая коробка и пистолет лежит просто в самой коробке там нет никакого пенопласта ничего нет также хочу отметить что у фирмы Cybergine идут в комплекте стальные шарики это большой плюс я считаю у Glacier нет ключ и запасной поджимной винт и у Glacier есть также идет в комплекте такая коробка и такое оформление для меня большой плюс но если взять Glacier и Cybergine то с Cybergine идет вот такая инструкция просто бумажка которая написана просто на странном языке и больше ничего а у Cybergine идет прямо книжечка с разными языками даже и присутствует и русский язык а также идет полная разборка пистолета вот на крышке насколько я помню у Glacier у меня было так то есть на крышке здесь пустая просто коробка на крышке взрыв схема пистолета у Cybergine ее нет вот в принципе это один минус а в остальном только плюсы на что первое я обратил внимание когда я приезжал в магазин и посмотрел Glacier BRT 92 то сразу был удивлен он был весь в масле в оружейном масле то есть это было все хорошо видно все было смазано все классно все ходит очень замечательно то есть ты его купил и сразу можешь использовать в моем же случае что хочу сказать я не знаю точно но когда я его заказывал мне привезли его и сказали что из него стреляли воздухом на что в принципе я был очень удивлен но ничего не сказал по этому поводу обычно пневматические пистолеты которые продаются из них не стреляют насколько я наслышан может быть сейчас что-то изменилось Glacier BRT 92 он был в масле все четко мой же Cybergine JSG 92 полностью сухой здесь ни единого намека на масло нет даже он даже и не пахнет маслом то есть ну вот вообще ничего может быть да что-то такое легенькое но ребята это меня очень удивило очень сильно то есть никакого масла вообще никакого если зайти и посмотреть там Glacier там он реально они все в масле этот же почему-то мне достался без масла ну ладно с Glacier я бы наверное не стал запариваться но в этом случае я все равно буду все разбирать и смазывать на следующее что я обратил внимание магазин самое что меня как бы шокировало ну опять же допустим делаются на один одном заводе но бывает что и не так четко я взял Glacier там в принципе ну обычно как сказать никаких косяков нету здесь же что я вам хочу сказать вот это слышите ну конечно оно будет в принципе в любом пистолете но вот этот самый громкий щелчок вот смотрите это болтается магазин я хочу вам сказать что в Glacier такого не было это я точно запомнил и точно был уверен что вот такого вот не было если честно я ну расстроился по этому поводу а как иначе вот не было такого почему это такое я не могу вам сказать потом посмотрел магазин в моем случае весь магазин был ну такой зашорканный в магазине там же где Glacier было все нормально то есть вот смотрите все вот так вот зашоркано но опять же я ничего не стал говорить в принципе если пистолет работает так что теперь он все равно рано или поздно сотрется но в том же случае ну немножко как-то знаете неприятно неприятно опять же здесь я не знаю почему так и если честно не посмотрел как у Glacier вот видите тоже все зашоркано в этом месте хотя магазин я не знаю как он может так зашорка то есть вот по этой части я вам не могу сказать точно почему вот он болтается но все-таки не настолько это приятно решил проверить на Glacier но тут оказалось знаете какая штука есть предзвод как я уже и говорил да ставим на предохранитель только тогда он ставится на предохранитель нажимаю на курок видите какой люфт я сначала подумал что это за фигня и все вот эти вот детали вот курок да вот смотрите вот эта вот деталь вот предохранитель они шевелятся я надеюсь это будет видно на камеру я сначала подумал что это за фигня блин такая у Glacier то же самое то есть значит так и должно быть ну и также отодвигаем до самого максимума взводим на предохранитель нажимаем но тут в принципе никаких проблем почти ничего не шевелится все нормально взводим встает на предохранитель и смотрим сам ствол ну точнее фальш ствол а в нем ствол видите он ходит я сначала подумал что за блин как такое ну думаю невозможно такое ну может нереально да как-то но потом присмотрелся и так поразмышлял подумал на самом деле это необходимо чтобы вот так вот все двигалось и у Glacier то же самое оно присутствует по магазину у Glacier все то же самое пластиковое пластиковое металл никакой защелки и ровно столько же 19 шариков щечки значит названия разные я вам сразу говорю здесь Glacier фирма значит пластиковые щечки здесь написано GSG но у Glacier тоже своя фирма стоит с другой стороны ну и также здесь надписи могут различаться все остальное на первый взгляд все одинаково и идентично вот такие небольшие нюансы я хотел вам показать чтобы вы знали как и что то есть в чем различие вы же спросите все таки различие в цене если допустим пистолеты эти делаются на одном заводе которая фирма уже более известна то она более дорогая но есть возможность в том что например на этим фирмам поставляются только сами запчасти или как детали а уже фирмы типа Glacier и Cybergun уже их собирают но это скорее всего вряд ли но то что фирма Glacier смазывает свои товары я думаю это на 100% я не думаю что магазины берут и смазывают все свои товары это вряд ли а вот именно фирмы да в чем же отличие еще в цене отличие вот эта вот фирма она гораздо дешевле то есть она по сути дела самая оптимальная по средней ценовой категории вот этих всех товаров то есть Glacier да без проблем если у вас есть денежка вы готовы ее потратить в наше время не хотите париться вообще ни за что то есть да можно смело покупать Glacier если вы такой же любитель оружия как и я пневматического допустим в моем случае вообще разного вы можете не перетрачивать деньги да купили у вас по-любому уже должно быть масло разобрали смазали собрали все он готов никаких нарицаний нет насчет магазина то что думаю это можно исправить это можно доработать и в принципе нет ничего страшного что он так чуть-чуть болтается самые важные моменты и аспекты я вам рассказал а там уже решайте сами и выбирайте то что вы хотите всем желаю удачи подписывайтесь на канал ставьте лайки увидимся до новых встреч ВИТА САЛВА 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 Продолжение следует...